Первый Дальневосточный транспортный форум стартовал в нашем городе. Идея этого форума принадлежит Дальневосточной Ассоциации Перевозчиков Такси. Главное, что волнует участников, это что? Это пассажирские перевозки. Что с ними не так? Как привести их в порядок, расскажет Ольга Кошелева. Тема первого Дальневосточного транспортного форума – пассажирские перевозки. Речь идет о такси и автобусах. В течение двух дней в городе пройдут пленарные заседания, сессии, круглые столы, в том числе с участием китайской делегации из провинции Хэйлунзян. Изначально форум хотели провести в новой столице Дальнего Востока. Долго боролся за то, чтобы выбрали именно город Хабаровск, потому что стоял у нас выбор Хабаровск либо Владивосток. Но Владивосток был в приоритете, потому что и столицу перенесли, и море, собственно говоря. В Хабаровск приехали гости из Москвы и других регионов. Они уже на выходе из аэропорта смогли оценить ситуацию с такси в городе. В целом, конечно, мы ответили большое количество Prius, то есть это автомобили-гибриды. И здесь, наверное, по нашим данным, 60% рынка составляют такие автомобили. Есть присутствие всех агрегаторов. Согласно статистике общественников, в Хабаровском крае самый высокий коэффициент легальных такси. Их на тысячу жителей приходится почти девять. Даже в Москве меньше – только пять. Одной из самых обсуждаемых тем на форуме был закон о такси, в частности, об агрегаторах. Его не могут принять уже несколько лет из-за разных интересов у бизнес-сообщества, ГИБДД, федеральных министерств и других структур. Конечно, должны обратить внимание на мир такси и ужесточить законы. Когда законы ужесточат, и водители станут послушнее. А то на сегодняшний день посмотришь, а идет реклама какого-то такси, приходи, работай к нам без всяких начальников и командиров. На форуме присутствовали и депутаты Госдумы. По их словам, закон об агрегаторах такси могут принять уже в осеннюю сессию. Проблема заключается в том, что сейчас любой желающий может через приложение заказать автомобиль. Но не факт, что машина будет исправна, а водитель трезв. Кроме того, это серый бизнес. Налоги в бюджет поступают не всегда. Еще одна животрепещущая тема – это работа водителей-мигрантов. Например, на днях в Приморье им вовсе запретили управлять общественным транспортом. Это вопрос недобросовестных агрегаторов, которые не отвечают за то, кому они передают заказ. Если мы здесь наладим дело, то не зря я пригласил Яндекс.Такси на это мероприятие, чтобы вместе выработать какую-то программу. Цель форума – не только обсуждение проблем, но и обмен опытом. Например, в Тульской области бизнесмены при помощи местных властей смогли обновить автопарк, чтобы привлечь туристов. Эту идею взяли на вооружение для повышения привлекательности Хабаровска. Ольга Кошелева, Александр Марченко. Смотри Хабаровск.